Всем доброго дня, это Гелиосар и география просто. Учебник под редакцией Алексеева, география 8 класс. Параграф 54. Транспортная инфраструктура, часть 2. Чем хорош и чем неудобен водный транспорт в России? Водный транспорт, речной и морской, существует с очень глубокой древности. До развития железнодорожного транспорта реки России были главными естественными путями сообщения. По сути, все основные города в России стояли на каких-то реках. Позже появились еще и речные каналы. Сегодня речной транспорт специализируется в основном на перевозках минерально-строительных материалов. Песок, щебень, галька и тому подобное это 3 четверти, то есть 75% от всех перевозимых грузов. Плюс еще добавляются сезонные грузы, зерно, овощи, бахчевые. Перевозят также лесные и нефтяные грузы. Россия обладает большой сетью внутренних водных путей свыше 75 тысяч километров, которые относятся к различным речным бассейнам. Примерно две трети всего грузооборота приходится на Волго-Камский бассейн. Вы уже изучали водные дороги России, поэтому ничего странного в этом не видите. Но наиболее значима роль речного транспорта там, где отсутствуют другие виды транспорта, особенно на Крайнем Севере. Лена, Енисей, Обь и другие реки – основные транспортные магистрали на этих северных территориях. От работы речного флота целиком зависит существование этих районов. Речной транспорт играет важную роль и в туризме. Особенно сейчас эти речные круизы, они очень и очень популярны в России. Несмотря на то, что стоят эти самые круизы достаточно дорого, раскупаются за полгода абсолютно все свободные круизы. Особенно на наиболее ценные такие и интересные маршруты. Нужно только помнить, что в нашем российском климате большая часть рек зимой замерзает. И период навигации не слишком долгий. Период навигации – это период, пока по рекам могут двигаться корабли, то есть пока нет льда. Кроме того, основные крупные реки текут в меридианальном направлении, то есть вдоль меридиан, с севера на юг или с юга на север. В свою очередь, большая часть груза движется в широтном, с востока на запад направлении. Поэтому, несмотря на большую общую протяженность водных путей, речной транспорт у нас используется не так широко, как в более теплых странах. Преимущество использования морского транспорта – почти неограниченная пропускная способность морских путей. Для этих транспортов и для морских путей характерна самая низкая себестоимость перевозок и самая большая единичная грузоподъемность. Некоторые нефтяные танкеры имеют грузоподъемность в 400 тысяч тонн. Скажем так, если не ошибаюсь, сейчас обычный железнодорожный состав в 60 вагонов, он имеет где-то 3600 тонн. Да, это очень много, но один танкер имеет 400 тысяч тонн. Ну, это, конечно, я имею в виду самые большие нефтяные танкеры. То есть сравните с 3500 тонн и, извините, например, какой-нибудь средний танкер на 300 тысяч тонн. Почувствуйте, что называется разницу. Тем более, что еще и морской транспорт еще и очень дешевый. Но при этом морской транспорт медлительный. А второе – есть узкие места, проливы, которые в целом могут быть достаточно легко перекрыты. Морской транспорт России обслуживает в основном внешнюю торговлю. Для перевозок внутри страны, которые называются каботажным плаванием, используются незначительно. В чем здесь суть? В основном каботажное плавание используется на Дальнем Востоке. И ничего странного в этом нет. Если посмотреть на карту, особенно на Дальнем Востоке, то можно увидеть, что только там есть места, куда кроме как кораблями ничего не доставить. Это вот этот район Курильских островов и Камчатка, а также Магадан. Доставлять что-то вот в эти, вот сюда, на территорию Чукотки, то есть вот в эти районы, вот сюда на острова, очень и очень сложно. И, конечно же, Курильские острова, где население все-таки достаточно большое. Там речь идет о тысячах жителей. Как туда доставить что-либо? Только каботажным плаванием. То есть только достаточно небольшими грузовыми кораблями, которые будут доставлять вот в этот район все необходимые грузы. И пока даже, по сути, и на Сахалин тоже частично доставляется к каботажным плаваниям. Хотя на Сахалин есть паром, который и железную дорогу обслуживает, и обычные автомобили. Через порты Тихоокеанского бассейна, а самые крупные там порты это Владивосток и Находка, идут разнообразные грузы. В том числе, в основном, это экспорт угля и леса в Японию, Китай и Южную Корею. Причем уголь, он в гораздо большем объеме поставляется, чем тоже дерево. Балтийский бассейн обеспечивает связь со странами Европы, Америки. Основные порты Санкт-Петербург, построенный недавно к северу от него нефтеэкспортный Приморск, также недавно практически достроенный громаднейший совершенно международный порт Усть-Луга, способный принимать корабли любого размера, также Выборг и Калининград. Черноморско-Азорский бассейн обеспечивает связи России со странами Европы и Африки, немножко Азии. Крупнейшие порты это Новороссийск. Новороссийск вообще в настоящий момент остается крупнейшим портом России. Там чуть ли не 200 миллионов тонн, то есть совершенно невероятные цифры. Все остальные порты намного меньше по своему объему перевалки. Также в Черном море, Туапсе, Севастополь и по-моему сейчас там строится еще на Тамане. Основная задача морских портов Северного бассейна – обеспечение торговых связей с государствами Европы и Америки, а также обслуживание Северного морского пути. Самые крупные порты на Белом море – это, разумеется, Архангельск, у которого основной экспорт – это дерево, древесина. На Баронцевом море – это Мурманск. Это уже экспорт апатитов, цветных металлов и очень многих других грузов. Дело в том, что Мурманск – незамерзающий порт и фактически единственный порт России в европейской части, который практически невозможно никак перекрыть военным путем, поэтому порт достаточно активно поддерживается и развивается. Авиационный транспорт – очень дорогой вид транспорта, поэтому его важнейшая специализация – перевозка пассажиров на дальние расстояния. Это 4,5 всех перевозок. 4,5 – это 80%. Из грузов авиационным транспортом переводят в основном срочные грузы, скоропортящиеся грузы, цветы. А также иногда туда могут относиться дорогие и небольшие грузы. Например, процессоры. Именно процессоры, не компьютеры, а компьютерные процессоры. Они уже очень маленькие. Или, например, флешки, компьютерная память, SSD-накопители. Вот их вполне можно перевозить с завода авиатранспортом, потому что, с одной стороны, это очень небольшой груз, а с другой стороны, он более чем дорогой, чтобы позволить себе авиаперевозку. Смартфоны, те же самые айфончики, легко могут перевозиться именно авиатранспортом. Быстро и при этом надежно. Однако в России, ранее в Советском Союзе, этот вид транспорта получил достаточно большое развитие. Огромные размеры территории, большое количество труднодоступных районов требует существования разветвленной сети воздушных перевозок и хорошо оснащенного современного парка самолетов и вертолетов. Неудивительно, что в России самые протяженные в мире авиамаршруты и авиационный транспорт охватывают почти все районы страны. Однако глубокий экономический кризис 90-х привел к значительному снижению объема перевозок грузов и пассажиров, сильному износу воздушных судов и их устареванию. Лишь в последние годы начались очень активные положительные изменения. Стали очень активно реконструировать старые аэропорты, строительство новых аэропортов. Очень серьезное идет обновление авиапарка, причем разрабатываются уже отечественные, как пассажирские, так и грузовые, причем полностью новые машины, которые позволяют очень, ну уже где-то позволяют, где-то будут позволять после окончания разработки более эффективно перевозить те или иные грузы. Главные авиатрассы России соединяют крупнейшие города европейской части с Сибирью и Дальним Востоком. Через основные узлы авиасообщений. Москву, откуда идет 30% всех отправлений. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск. Москва имеет прямое международное сообщение с большинством стран мира. Хотя в последние годы достаточно активно в России развивают местное отправление. Властям очень не нравится, что все и абсолютно везде задействована Москва. И стали достаточно активно развивать международные вылеты уже и из других аэропортов, хотя бы из других аэропортов городов-миллионников. И в принципе понемногу идет развитие и этого направления. Не меньшее значение для россиян имеют и местные авиамаршруты. Прежде всего в северных и труднодоступных районах. Часто в этих местах небольшими самолетами, особенно вертолетами, пользуются геологи, врачи, нефтяники, которые работают вахтовым методом. В транспортных узлах взаимодействуют многие виды транспорта. Транспортные узлы бывают однородные. То есть это место, в котором сходится не меньше трех линий одного вида транспорта. То есть, например, город, через который проходит сразу несколько обычных автомобильных дорог. И через него, естественно, может идти вот такое вот снабжение. То есть грузы с одной дороги, они будут частично перегружаться и уходить уже по другим дорогам. А может быть уже и комплексный. Когда идут стыки разных видов транспорта с пересадкой пассажиров и перевалкой грузов. То есть, например, какой-нибудь город, где сходятся там, например, две крупные трассы, присутствует железнодорожная станция и речной порт. Естественно, что в этом городе будет достаточно серьезная такая перевалка грузов с автомобильного на железнодорожный, с железнодорожного на автомобильный, речной и вот таким вот образом. Обычно в транспортном узле происходит перераспределение грузов, поступающих по транспортным путям. В связи с этим в транспортном узле развиваются транспортно-ремонтные, складские, торгово-распределительные виды деятельности. Здесь создаются предприятия по первичной переработке сырья, свозимого с окрестностей для последующего отправки по магистралям. Например, нужно довезти на север Якутии все необходимое для работы золотодобытчиков, топливо, продовольствия, технику и т.п. А для этого следует сначала собрать все грузы к началу навигации в одном из портов юга Дальнего Востока, например, в Находке. С началом навигации по северному морскому пути завести все эти грузы в один из портов Восточно-Сибирского моря. Потом перегрузить на речное судно и после этого доставить вверх по реке, если, конечно, успеют до того, как река закроется льдом. Все-таки речной транспорт и вообще морской транспорт, он достаточно медлительный. Это его минус, в отличие от автомобильного и железнодорожного. Поскольку летом по тундре ничего перевозить нельзя, приходится дожидаться морозов и установления санного или зимнего пути. И перевозить либо на тракторных санях, что тоже довольно-таки медлительно, либо каким-то более специализированным гусеничным транспортом. Поэтому становится очень важным информационный контроль за движением грузов. И вот здесь, собственно говоря, показан комплексный торгово-логистический узел Санкт-Петербурга. Видны, какие линии проходят. Видно, что много железнодорожных. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть направлений железной дороги. Четыре, а пять направлений автодорог. Плюс морской порт, плюс речной порт. Он тоже присутствует. И все это, естественно, позволяет Санкт-Петербургу быть очень крупным логистическим узлом. То есть быть серьезным транспортным и таким вот логистическим узлом. Крупный транспортный узел от Санкт-Петербурга. Он здесь показан, что он из себя представляет. На карте транспорт в атласе найдите морские порты России, названные в параграфе. Проследите, как проходят важнейшие морские пути, по каким морям пролегает Северный морской путь, где он начинается и где заканчивается. Что ж, открываем карту. На Дальнем Востоке были указаны два порта. Это, по сути дела, Владивосток и Находка. Вот, два крупных порта. Хотя, в принципе, есть еще здесь вот на этой территории порт Ванино. Вот он здесь находится, от него идет путь на Сахалин, для снабжения Сахалина. Вот сейчас приблизимся. Вот он, Советская гавань и Ванино. Вот тоже отсюда, тоже это является, по идее, портом. Плюс есть еще Николаевск на Амуре. Он расположен в районе устья Амура. Но это достаточно небольшой город. И развитию его, как порт крупного порта, препятствует то, что туда нет железной дороги пока что. Но, в принципе, если будут строить мост или тоннель на Сахалин, а строить его будут в самом узком месте, а самое узкое место оно вот здесь вот, то, естественно, что тогда железную дорогу в Николаевск на Амуре точно построят. Потом идет упоминание, и да, кстати, с другими портами. Там спрашивали про Северный морской путь. Ну, по сути дела, Северный морской путь начинается вот здесь вот, в Японском море, в Владивосток. Проходит немножко через Охотское море и выходит в Тихий океан. Далее проходит через вот здесь вот Берингово море. Проходит через Берингов пролив в Чукотское море. Далее через Восточно-Сибирское море. Он проходит вот сюда далее. Идет вот здесь вот через море Лаптевых. Проходит через пролив Вилькицкого. Идет в Карское море И далее, опять-таки, мимо архипелага Новая земля Проходит вот сюда, в Баренцево море, в Мурманск Где северный морской путь и заканчивается Здесь, на севере, два, опять-таки, морских порта у России Это Архангельск и Мурманск Вот они здесь показаны Потом приходим в Балтику И здесь не забывайте про наличие Калининграда Калининград тоже является портом Плюс это, вот он, Санкт-Петербург Потом можно чуть приблизиться, увидеть вот здесь вот Выборг Потом вот здесь, вот, собственно говоря, показан Если сильно приблизиться, вот он, Усть-Луга Видите, это, несмотря на то, что название вот здесь На самом деле, вот эти железные дороги показаны Насколько это большой порт Он очень большой, просто огромнейший То есть, вот он, один из крупнейших наших портов Усть-Луга Плюс здесь же еще и неподалеку находится Приморск Вот он, порт Приморска Вот здесь, собственно говоря, вот он, Санкт-Петербург Вот он, Приморск Вот он, Выборг То есть, вот так вот И теперь переходим на Черное море Вот оно, Черное море И здесь видно, что, значит, вот основным является Новороссийск Вот он В принципе, также еще и Тамань постепенно развивается как порт Плюс, конечно же, Севастополь И можно еще упомянуть вот Туапсе и Анапу Ну, на самом деле, Туапсе и Анапа – это небольшие порты Потом нельзя забывать вообще-то еще и про Каспийское море Где есть, например, порты Махачкалы и Астрахани Но Астрахань больше речной порт Здесь скорее можно вспомнить вот про вот этот вот Лагань По-моему, это он упоминается как порт И, конечно же, Махачкала Махачкала тоже является достаточно крупным Ну, таким морскоозерным, наверное, портом Как его еще, собственно говоря, назвать Потому что Каспийское вроде бы море С другой стороны озеро Ну, вот порт, тем не менее, Махачкала достаточно крупный такой является Именно на Каспии Вот так вот К речным портам можно отнести все крупные города Стоящие на крупных реках Волга, Кама, Нева Потом, естественно, Опь, Иртыш, Енисей, Лена, Амур Все города, которые там стоят, они будут являться портами Каково значение водного транспорта для развития хозяйства России? Изначально, изначально водный транспорт имел главное значение Потому что по рекам шла вся основная торговля Сейчас, в принципе, перевозка сырья и таких дешевых грузов Так как речной транспорт очень дешевый Выберите верный ответ Речной транспорт имеет большое значение В Приморском и Хабаровском краях В Республике Саха, Якутия и Магаданской области В Московской и Саратовской областях Правильный ответ Московской и Саратовской области Потому что Москва через канал имеет выход к Волге А Саратов и вовсе просто напрямую стоит на Волге Поэтому для двух этих областей речной транспорт имеет достаточно большое значение Охарактеризуйте морской транспорт Характеризуется он просто медленный и очень вместительный Дешевый Все, по сути, четыре слова Это все, как можно охарактеризовать морской транспорт Перечислите крупнейшие морские порты страны Ну, я их перечислил буквально в предыдущем ответе на вопрос Когда показывал их на карте Выберите верный ответ Крупным портом Тихоокеанского бассейна является Санкт-Петербург? Нет Мурманск? Нет Владивосток? Да Новороссийск? Нет Назовите особенности авиационного транспорта Быстрый и очень дорогой И при этом еще и маловместительный Средняя грузоподъемность самолетов Она где-то в районе 40-60 тонн Примерно так Это очень мало Только различные гиганты вроде Русланов Они перевозят там больше 100 тонн Но таких грузов не так уж и много, по сути дела Что такое транспортный узел? Каково значение транспортных узлов? Транспортный узел это место, где сходится сразу несколько транспортных направлений И где активно развиваются различные логистические услуги То есть склады, погрузка, перегрузка Какая-то первичная обработка каких-то материалов и тому подобное Какими видами транспорта вы будете добираться из дома в Архангельск? Ну в настоящий момент можно конечно же просто доехать по железной дороге В Пермь, да тоже самая железная дорога Астрахань Ну учитывая, что я живу в Московской области Могу себе позволить как железную дорогу Ну что в Архангельск, Переп, Астрахань, Магадан Везде можно выбрать авиацию Туда, там везде есть аэропорты Также в Астрахань и в Архангельск Можно добраться по воде, речным транспортом Да и до Перми тоже, по-моему, можно добраться по реке А вот до Магадана По воде, по внутренним речным путям не доберешься Туда, по-моему, у нас такие пассажирские корабли не ходят Через какие населенные пункты будет проходить ваш путь? Ну это в принципе, если напрямую самолетом То просто, скажем так, в моем случае это получается аэропорты Москвы И вот те самые Архангельск, Пермь, Астрахань, Магадан Вот так вот Так, в мире сегодня активно развиваются технологии Интеллектуальных транспортных систем Позволяющих оптимизировать дорожное движение И, прежде всего, повысить его безопасность С помощью современных электронных систем Данные о ситуации на дорогах собираются в специальные центры и анализируются Результаты затем направляются обратно на дороги Вдоль которых установлены табло, информирующие водителя о дорожной ситуации Информация для водителей может передаваться также с помощью мобильных телефонов Приемников, навигационных систем Ну, обычных навигаторов Каким вы видите развитие этого сектора в России в ближайшие 10 лет? Ну, учитывая, что учебник был написан 10 лет назад То можно вообще-то уже и определенные итоги подводить Что в России развивается это направление Но, в отличие от Запада, где пытаются научить роботов видеть различные проблемы В России решили сделать немножко по-другому И сейчас создают сверхподробные электронные карты дорог и городов Где в режиме реального времени будут отмечаться все какие-либо происходящие происшествия Это позволит тем же беспилотным автомобилям, например, гораздо лучше ориентироваться при движении